Проекта разработок подачи новостей с авторскими иллюстрациями по произведению Владимира Серкина «Свободность шамана». Сначала стоит рассказать об авторе. Владимир Серкин — это доктор психологических наук, профессор, возглавлял в авторе психологии в Северо-Международном университете Магадана, опубликовал более 130 научных работ. С 1997 года Серкин общается с человеком, который местным жителем — это народности Магаданской области — называют шаманом. Большую часть времени шаман проводят на безлюдном побережье Магаданской области, где общаются с людьми, животными, растениями и даже минералами, что позволяют ему приобрести необычайные практики, которые сформировали его мнение о мире и роли человека в нем. Система практик шамана сложна и шире языковых способностей автора. И он решил просто опубликовывать диалоги с ним, не пытаясь что-либо объяснить. Теперь я расскажу о книге «Свобода шамана», для которой я делала регистрацию. Это дополненное издание «Похота шамана», которое вышло раньше и завоевало популярность большую. Почему я выбрала эту книгу для иллюстрации? Потому что мне очень нравится ее атмосфера. Атмосфера леса, таинственности. И человека, который живет в лесу, один, не боится одиночества. Никаких других страхов его тоже не касаются. Он живет в гармонии с окружающим миром, порой очень удивительно и непривычно. Почему я решила сделать именно подальше на издание? Потому что издания было очень мало. Очень много издавал сам издал. Вот. Только недавно выпустилась тиражом. И, ну, оформление простое. Вот. Но они не отражают обложкой сути книги. Вот. Я решила сделать интересный дизайн, который понравится людям, которые уже знакомы с этой книгой. Они захотят его купить как настольный. Вот. Им было приятно держать в бубах, рассматривать иллюстрации, погружаться в мир этого человека. На следующий. Вот. Объекты проектированы. Я разработала стиль иллюстрации для шмутститулов. Перед каждой главой были шмутститулы с иллюстрацией, пейзажем. Сделала необычную стилистику, которую я называю «Живая графика». «Живая графика» — это свопутность техник и способов графического изображения, которые очень, скажем, как будто живут сами по себе. Не знаешь, что в следующий раз может у тебя получиться. Это, допустим, вода с пушью, которая пристекается, образует интересные узоры и текстуры. Сухие паприки, вывезги, фатерки и так далее. Проект можно было сделать? Хорошо. Тоже по графике. Это тоже по графике. Следующий. Вот пример, который иллюстрация. Это можно наблюдать еще другую графику. Я делала «Акни», чтобы изобразить шамадское дерево. И получилось, что у дерева лицо прилипло сего. Оно стало еще более мистическим. И необычным. Следующий. Вот это пример иллюстрации в начале «Глад». Мне показалось недостаточно разворотных иллюстраций, и я решила дополнить ее таким. Они сделаны сухой кистью, чтобы дать им текстурность. выпасть. Они отражают либо совакуны с убирательной области главы, либо не просто отражают главную меру. Это охранение страниц. Я решила для каждой главы делать похожую текстуру. Чтобы было интересно просто делать страницу. еще главный титул и главный цифр дополнены форументарными элементами. точки. Меня на них вдохновили орнаменты на ровности. Нагодятся по ровности. Следующий. Сетка разработана в поля были рассчитаны для людьми. Сначала с помощью беларного чертежа. но нижние поля оказались слишком большими и я решила немножко опустить блок. Чтобы композиция была симпатичной. Следующий. Основной шрифт выбран это форум. Я очень долго убирала шрифт и решила остановиться на нем. Он мне показался самым подходящим. Но, увы, у него нет ни курсилы, нет болта. И вместо курсилы я использую имени про. а вот эта форма с обложек неожиданцев пять. Авторский шрифт выполнил плоскую кистью. Он хорошо сочетается с живой текстурной графикой и обложкой с основной текстом. Обложка решила сделать достаточно простой. Градиент. Дополнив ее под названием текстурно-круглый. Два нет. Светлое отражает мир шамана, двух духов и необычных существ. А темное отражает привычные нармы. объективы, а также другие сферилизируют добрый звук. Заключение. В качестве выпускной квалификационной работы у нее была придумана и реализована самовыдная идея подальше издания произведения автора, которого читают и любят множество людей, увлекающихся из автория к шаманазму. Я разработала интересный стиль графики, аналогов которого встречается довольно мало, что, надеюсь, способствует повышению интереса к реальному фонуру. Спасибо. 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 Тема, выбранная Юлией Фоминной для дипломного проектирования крайне непроста в связи того, что издание подготовленное дипломницей затрагивает темы, далекие от нашей повседневной жизни, в то же время волнующие многих. Это тема жизни человека наедине с природой и одиночеством вместо человека в мире. Достигнуть уформление книги адекватного осмысления подобных тем крайне непросто. Тем не менее, Юля в своем проекте приближается с выполнением поставленной задачи. Ведущую роль в том впечатлении, которое производит книга, играют внешне простые, но исполненные глубокой внутренней энергии иллюстрации внимательно продуманные, хотя и достаточно простая концепция, которой следует дипломница. Внимательный подход к выбору размещения графических элементов оформления в издании позволяет учеркнуть по слову многословия заложенный в проект. Фактурное цветовое решение, использованное в макете, тщательно продуманное не отвлекает от чтения. Несмотря на активную фактурность, пакет не выглядит перегруженным, производит светлое воздушное впечатление. Выбранный для набора шрифт, а также общая сдержанность и простота типографического решения не отвлекают внимание административного ряда. Работа Юлии Фоминой демонстрирует хороший уровень профессиональной подготовки. Работа заслуживает высокой оценки и помните заслуживает в своей квалификации дизайнера графика.